В нашем эфире Леонид Гозман, психолог, публицист, политик. Леонид Яковлевич, здравствуйте. Добрый вечер. Нам кажется, что вот это вот интервью, очевидно, что пропагандистский прием, такой с масштабом, хотят его реализовать. Но вот помогите разобраться и понять, этот прием рассчитан больше на международную аудиторию, чтобы ей показать, что вот в России еще есть такое, в Россию едут исполнители, можем. Или это больше на внутреннюю аудиторию, чтобы как раз наоборот показать, что иностранцы признают Россию, признают эту власть. И насколько, в принципе, пропаганда российская действована на внутренней аудитории? Ну, вы знаете, она и действована, и не действована. Я думаю, что это, конечно, ориентировано на внутреннее, прежде всего. Потому что внешне волнует другое. Другое внешнее волнует. Им хотелось бы, чтобы люди не поддерживали Украину, чтобы люди поддерживали, наоборот, Хамас, например, и так далее. Это они бы, конечно, хотели. А внутренне надо снять вот это ощущение изоляции. Ощущение, что мы остались одни, там никого нету рядом и так далее. Вот это надо снимать внутри. И это они, я думаю, что вот это они и пытаются сейчас снимать. Таким вот странным образом. Но вряд ли им кто-нибудь поверит. Но это другой вопрос. То есть местной пропаганде сами россияне, вы говорите, уже не верят? Потому что я помню, в каком-то из своих интервью вы говорили, что как раз россияне рады обманываться, рады слышать сами. Конечно. Да-да-да. Но они, понимаете, они рады обманываться. Вот здесь вот в чем успешно, действительно, российская пропаганда оказалась. Очень успешно. Это во внедрение в мозги наших несчастных сограждан представление о том, что весь мир против нас, что мы самые лучшие. Ну, такая нацистская такая картина. А нас все ненавидят за то, что мы самые лучшие и так далее. И поэтому нас все нападают. Вот в Украине-то мы что воюем? На нас же НАТО напало. Это же известное дело, да? Вот и воюем мы с НАТО. Ну и так далее. Вот. А по такой конкретике, нет, она обычно не работает. Конкретика людей вообще не затрагивает. Вы знаете, вот удивительным образом, почти все, что они говорят, кроме вот этой вот базовой такой идеи ворожебности мира к нам, оно оставляет людей равнодушными. Это касается не только культуры, которая вообще, как вы понимаете, всем по барабану, нашим согражданам. А это касается и войны, между прочим. Обратите внимание, что ни одно из поражений военных не вызвало в России волнений, депрессии и так далее. Ни отступление из Херсона, ни бегство из Харьковской области, ни гибель флагмана Черноморского флота. Вот, ну ничего совершенно, люди на это не реагируют. Точно так же они не реагируют на те события, которые пропаганда пытается выдавать, подавать как успех. Это их тоже не волнует. То есть, как бы, знаете, вот такая дистанция между государством, тем, что говорят государственные люди, и нормальными людьми, она очень резко возросла за время войны. И уже напоминает ту дистанцию, которая была в конце Советского Союза, наверное. Давайте от музыкальных постановок перейдем к политическому кабаре. Член Совета по правам человека по президенте Российской Федерации Меркачева назвала чудовищной, внимание, ситуацию с художницей Сашей Скочеленко. Напомним, наши зрители, Сашу приговорили к семи годам по делу о фейках об армии. Меркачева также заявила, что она встреча с Владимиром Путиным, попросит его поддержать законопроект, предлагающий не избирать меру пресечения, ну, то есть помиловать Сашу. Понятно, что мы видим дешевую постановку, да? И как вы считаете, что может спасти Сашу Скочеленко? Начало предвыборной кампании или тот небольшой, та небольшая, но все-таки присутствующая волна протеста, которая зыбко так, но поднялась в Российской Федерации, ну, хотя бы вспомним, что нашлось сто смелых врачей, которые подписали письмо в ее защиту. Ну, вы знаете, я не стал бы заявление Меркачевой оцениваться как фарс-фейк там и так далее. Но оно вряд ли самостоятельное. Мне кажется, что готовят просто, попытаются придать человеческое лицо этому людоеду, и он ее демонстративно помилует. И пропаганда будет с этим носиться. Ой, не знаю, насчет помилует, вот как-то я не уверен. Вот как-то было хорошо бы, но, мне кажется, это довольно малый район, потому что пока он никого особо не миловал. Протестов массовых не будет, потому что массовые протесты будут подавлены в самом начале. И вы видите, что по отношению ко всем политическим заключенным, они творят, что хотят, они их там пытают ходом, держат в суде, в ШИЗО там и так далее. И, в общем-то, они творят все, что им угодно, к сожалению. Как закончится дело Саши? Ой, не знаю. Ну, хотелось бы ошибиться, но не вижу пока оснований считать, что ее помилуют, к сожалению. Хотя, конечно, фантастическое, жестокость. Не знаю, знают ли ваши слушатели, что она сделала. Она художница? Она на пяти ценниках в каком-то там супермаркете вместо какого-то объявления о том, что там содержится в этом товаре и прочее. Она даже сохранила название и цену. Она там между написала несколько строчек антивоенных каких-то заявлений. Этого никто не видел практически. Но это увидела какая-то 76-летняя пенсионерка, которая донесла. А судья дала ей за это 7 лет. Причем судья, очень интересно, она эта дама, которая не вынесла за все время ни одного оправдательного приговора за все время своей судебной карьеры. И сразу после вынесения этого зверского приговора Саши, да, кстати, как она его носила? Она ее мучила просто, она ее не послала в туалет, ну, во время суда, да. Она не позволяла ей сделать перерыв, чтобы заменить батарейку на кардиостимуляторе. Она не сделала перерыв, чтобы ее могли посетить врачи. Она не позволяла проносить еду и воду. Сашу увозили из СИЗО до завтрака и привозили после ужина. Было несколько раз, когда она сутками не ела вообще. Вообще ничего, да. То есть садизм такой прямой. И ее сразу, на следующий день после объявления приговора, ее представили к повышению. Эту очаровательную даму. Она совершенно не выглядит, не похожа на внешне, на эсэсовских женщин из советских фильмов. Но она им, конечно, всем фору удаст. Вот такая ситуация, к сожалению. Есть у нас вопрос о выборах предстоящих и о войне. На днях в подмосковном, так он называется, Центр управления Сенеж, как пишут СМИ, был проведен семинар для членов избиркомов, представителей региональных властей по подготовке к выборам. Среди прочего, им рекомендовали, или даже настоятельно рекомендовали, не упоминать, обходить тему войны. А мобилизация, жертвы. И это понятно, да, потому что ежедневно в Украине погибает в среднем, по официальным данным, около тысячи россиян. И вот на этом фоне хотелось бы узнать, ваше мнение, получится ли в России обойти тему войны во время подготовки к выборам и их проведению. И насколько вообще велик в обществе запрос на правду о войне, о том, что происходит в Украине? Нет, запроса на правду нет. Запрос на правду очень редко бывает в каком-либо обществе. Не знаю, как у вас, но, вообще-то говоря, это крайне редкая вещь для любой страны. Люди не хотят знать правду, люди хотят знать. Люди хотят жить в мире благоприятных для них иллюзий, что у нас, что в Америке, что в Германии, где угодно, на самом деле. Что им удастся, что им не удастся? Значит, им удастся обойти тему войны в Украине. Я уверен, и они уже это прекрасно делают. Но, но, не просто забыть о войне, это невозможно, а перевести это в другой масштаб. То есть, война в Украине, ну, с точки зрения официальной российской пропаганды, уже не первый месяц, это всего лишь эпизод, маленький, не очень значимый эпизод в глобальной войне, которую объединенный Запад ведет с нашей замечательной страной. Объединенный Запад напал на нас, на территории Украины, и мы отбиваемся, и мы боремся за свое существование. Вот об этой войне, о войне с Западом, они будут говорить постоянно, активно и сладострастно. Потому что здесь люди готовы поверить в это. Я вам говорил, мы говорили вначале, что им удалось создать впечатление о враждебности мира к нам. Вот на этом впечатлении о враждебности мира к нам строится вот это представление о том, что Запад ведет против нас глобальную войну. Что касается Украины, то ни одна, ни один из концептов, которые они придумывали, в народе не прижился, понимаете. Ни русский язык на Донбассе, ни мальчик в трусиках, ни какие-то там зловредные биолаборатории, которые призваны делать русских женщин бесплодными. Вот это все, вот народ в это не поверил, понимаете, это не зашло, это не зашло. А враждебность Америки к нам, враждебность Запада к нам, да, это зашло. Поэтому они будут говорить, что они будут говорить не столько о войне в Украине, сколько о войне с излокозьимым Западом. Кстати, если мы воюем со всем Западом вместе взятым, то это в какой-то степени объясняет и отсутствие каких-либо успехов в этой войне. Потому что, ну как же, весь мир против нас объединился, мы, конечно, из последних сил сопротивляемся, но все равно победим. Вот такая вот у них будет картинка, на самом деле. Леонид Яковлевич, но еще в том же сене же, вице-губернаторам российских регионов поручили внимательно следить за настроениями жен и других родственников мобилизованных. И перед губернаторами поставили задачу любой ценой купировать внешний протест. Уговаривать, обещать, платить что угодно, лишь бы на улицу никто не вышел в любом количестве, даже 50 человек, говорят источники. Этот страх перед российскими женщинами, они дуют на холодное или действительно русские женщины, они могут бросить вызов диктатуре, войне, как в тех строчках коня на скаку остановит, в горящую избу войдет? Ну, вы знаете, не совсем так. Беспокоятся они не зря, потому что протесты женщин уже были. Но они не бросают вызов в войне, они требуют вернуть своих мобилизованных. И они даже говорят, некоторые из них говорят, мы же не против войны, мы за, только наших мужиков верни, и все будет хорошо. Власть, естественно, их боится. Почему боится? Потому что это протест, с которым очень трудно иметь дело. Вот в Германии был такой случай, есть такая Розенштрассе, улица Рос, на которой в 43-м году состоялась демонстрация немецких женщин, немецких, которые были замужем за евреями. Евреев, которые были женаты на немецких женщин, взяли последними, всех остальных уже забрали, а этих взяли в последней партии. И вот эти женщины вышли на самую Розенштрассе, и там манифестация проразовалась несколько недель. Вот видите, они просят Зюганову, как же он им поможет, конечно. А демонстрация проразовалась несколько недель. И вы не поверите, нацистские власти лично Гиммлер приказали освободить этих евреев и вернуть их в семьи. Потому что эти немецкие женщины выступали, они вели себя так, как по, так сказать, ну, правилам, что ли, по идеологии немецкой нацистской диктатуры. Женщины должны были себя вести, они защищали свои семьи, они были хранителями семейного очага своего. И этих женщин они не решили сразгоняться. Значит, у нас похожая ситуация сейчас у Владимира Владимировича. Только вот они не догадались на бессрочный протест, но, конечно, это очень сильный моральный удар по власти. Поэтому сейчас, насколько я знаю, женщин-активистов этого движения поодиночке вызывают в органы и говорят, ты сиди тихо, иначе твоему будет совсем плохо. И каждая женщина понимает, что убить там ее мужа или там ее сына, это просто, ну, очень легко, нечего делать. Вот, ты вот сиди тихо, ну, и, конечно, пытаются подавить, не допустить этого протеста. Потому что, понимаете, очень трудно заставить людей плохо относиться к тем женщинам, которые хотят вернуть своих мужей. Очень трудно заставить ОМОН там или Росгвардию какую-нибудь, у нас уже развелось такое количество, я уже запутался, этих карательных ведомств. Значит, очень трудно их заставить, этих женщин разгонять. Конечно, пропаганда пытается их как-то дискредитировать, пытается. Уже сделан ролик, на котором, значит, протестующая женщина стоит с плакатом «Вернуть мужа», а ее спрашивают, а где твой воюет, а она говорит, якобы не зная, что ее снимают, говорит, да он вообще не воюет, я просто за деньги. Понимаете? То есть, они пытаются дискредитировать, но это сложно, это сложно. Поэтому они их боятся и прорезают. А есть ли еще что-то, чего боится режим Путина или лично Путин? Что-то, что может помешать, как он считает, провести выборы и выиграть их? Ну, вы знаете, глобально он боится ваших военных успехов. Вот это вот, потому что ваших военных успехов, ну, особенно, конечно, освобождение Крыма, я думаю, этот режим не переживет. Понимаете, особенно Крыма, конечно, потому что, понимаете, вот когда ваши доблестные солдаты вышибли оккупантов из Херсона, то Херсон, понимаете, география навыка кучерская. Кто знает, где тот Херсон? Про Херсон вообще ничего не говорили после этого. Как кто-то сказал, Путин слово «Херсон» с тех пор в рот не брал, и можно об этом как бы забыть. Я вас уверяю, что об этом забыли. Вот недавно, 30 сентября, он установил новый государственный праздник, который называют день аннексии, ну, это день присоединения к территории, которую там в Конституцию записал. Так вот, из этих территорий там же даже входит Херсонская область и Харьковская область. В Харькове наши войска не были никогда, слава богу, а из Херсон их вышибли. Вот я по объективным причинам не могу сейчас быть на Красной площади, а так бы пошел, конечно, с удовольствием посмотреть, что там происходит. Но я совершенно уверен, что люди, которые там собрались флагами махать, там, за 500 рублей, за 600, они совершенно убеждены в том, что наши войска контролируют и Херсон, и Харьков. Просто они в это верят. Им никто не сказал, что это не так. Вот. А вот Крым, поражение в Крыму, скрыть не удастся. Потому что, ну, Крым это Крым, Путин себя с Крымом связал, и так далее. Поэтому больше всего он боится именно этого. Больше всего он боится. И поэтому так важно, чтобы вам дали оружие, и чтобы, ну, для нас важно, не только для вас, а чтобы вы все-таки вот освободили свои земли. Верим в вооруженные силы Украины. Все в их руках. Спасибо вам огромное за этот разговор. Леонид Гознан, психолог, политолог и публицист. Слава Украине. Героям слава. Героям слава. Всего доброго. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom – только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь. Ссылка в описании. Субтитры подогнал «Симон»